Итак, всем привет, с вами ДубГ, продолжаем мы играть за Германию в Darkest Tower. В прошлой серии мы начали секретное перевооружение, подстроили себе армию, но это только минимальное начало. И промышленностью тоже занимались, очень так солидно. Я еще думаю, вот этот фокус можно будет взять, посмотреть, что он даст, что он все 10 дней занимает. Не так это дурко. Потом пройдемся немножко по фокусам здесь, сделаем себе получше промышленность. Ну и ощущаем какие-то политические фокусы, плюс, я думаю, немножко во флот уйдем. Поехали. Продолжаем мы строить Rex автобаны. Нужно только подумать, куда лучше его поставить. Я думаю, лучше вот сюда. Хотя бы нет, давайте, давайте. Ну да, в принципе. Просто здесь он даст больше промышленности, чем, в течение промышленности, а инфраструктуры, чем вот здесь. Единственное, мы строим здесь. Но это можно легко пофиксить, сделав вот так. Мы это делаем здесь автобаны, и сразу же начнем строить там потом заводы. Ну, гражданские. Проготовы наши синтетические заводики. Получили мы немного резины, конечно. Все еще мало, во-первых. Во-вторых, у нас продаются, но это начало. Давайте IG4B посмотрим, что нам даст. Итак, договор с IG4B, получаем два дополнительных завода. Это, я бы сказал, очень приятно. И вот, все еще нам не хватает на самом деле резины, но, опять же, как я и говорил, начало. Положено. В будущем мы сделаем исследование. Кстати говоря, сколько они вообще стоят? По 5400. То есть, мы просто получили 20 тысяч стоимости строительства за сетях фокусов. Я считаю, очень неплохо. Итак, речь по ППП, точнее, про вторую революцию. И операция калибри будет запущена. Так, это исследование-то не то. Вот, да, это, я так понимаю, разобраться с рёвом. Фарабинера есть. Отлично. И это, как мы могли видеть, доп. компания. Вот эти все исследования, потому что прямо сейчас исследования особо-то и нету. Есть слегкие танки, но я пошел бы в средние танки сразу. И, возможно, даже, не знаю, тяжелые, но посмотрим, как что пойдет. Здесь тоже везде все это опережение. Сотрат в эмболировщике исследовать я пока не хочу. Возможно, мне в будущем они понадобятся, но точно не сейчас. А здесь везде исследований прям таких вот актуальных нету. Так что мы идем просто в допку, потому что тут есть актуальные вещи. Детенбург умер, я так полагаю. Да. Детенбург умер. И, значит, можно вот отсюда зайти примерно по фокусам. Но, как я и говорил, сначала мы закончим фокусы вот эти. Нам нужно максимально разогнать промышленность, чтобы к войне быть максимально готовым. А вот и Гитлер становится фюрером Германии. Один род, один рейх, один фюрер, говорит он. И наш дух меняется. Мы убираем... А нет, просто убирается разрушенный дух. И Гетлер становится нам нашим вторым помощником. Я так понимаю. Вот у нас еще и вентики. Стабильность вард-саппорт. Это все приятно. На данный момент это все. Ставимся советника, пожалуй, на опыт. Ну, это будет ромель с бафами на танке. Собственно, что именно ромель из всех, кто доступен, он здесь. Ну, ладно. Следующий рейхсавтобан, кстати говоря. И смотрите. Рейхсавтобан, а плюс два процента эффективности добычи ресурсов, что ли? Ну, еще больше можно развивать. Давайте. А где это вообще отображается? Наставить какие-то бафы, это здесь, это... Вот, да, смотрите-ка. Вот это решение Германа Герни, как я полагаю. И, кстати говоря, это остальное нужно было вполне себе, я вам скажу. Потому что у нас она в небольшом минусе. Так что нормально. Вот это нам, конечно, не нужно прямо сейчас. Ага, это все, я так понимаю. Вот эти все бафы. Установить. Можно продолжать расширяться? Да. Почему бы нет? В этом разуме ресурсов у нас очень много. И самое главное, кстати, надбон же и сюда вот тоже идет. Да, да. То есть херезина у нас тоже 5%. И так потихоньку мы расширяем себе наши независимые ресурсы. В принципе, вот этот пункт тоже можно нажать. Бонус по добыче ресурсов мы когда-нибудь исследуем. Только иногда будет его в этих технологиях найти. А, вот, где-то здесь, я так полагаю, эти бонусы. Окей. Так, есть КДФ-ваген. И мы вот сюда. Что здесь у нас поменяется? Во-первых, два завода получим военных. Приятно. Получим бонусное исследование. Стоимость. Вот сюда вот мы получим. Стоимость этой всей индустрии. И у нас гражданская экономика поменяется на раннюю мобилизацию, кстати говоря. А мы можем поставить себе частичную уже. Кажется, да? Давайте накопим палитку и поставим. Следовательно, давайте подождем чуточку. Если это просто плюс один, а я полагаю, это просто плюс один. То есть смысл попробовать этот плюс один сделать на военную экономику. Все-таки. Ну, возможно, там есть лимит. Я бы там лимит поставил. Но я не вижу особых минусов. Не делать максимально быстро военную экономику. Все-таки это очень сильно. Единственное, мы потеряем деньги. Потому что деньги у нас генерируются как раз таки вот этими заводами. Но там все еще будут какие-то оставаться. И, как видите, я не спешу их тратить. Так что, может быть, и нормально будет. Так что начнем мы, пожалуй, с вот этого фокуса. Хотя. Ну да, он заберет нас палитку. Но это окей. Нет, это не окей. Давайте не будем. Мы все-таки хотим вот этот фокус как можно раньше взять. Поэтому давайте по политическим пока пойдем. Запрещен веймарский флаг. Забавно. Будет появляться имперский флаг. Отлично. Так вот он, акт, который был в рестаге принят. Гидер становится фактическим лидером. Получая очень много сил. Веймарская демократия. Все. Окончено. Канзетап становится правящей партией. Все говорят, стоило это сделать пораньше. Вообще у них намного больше популярности. И добавляет Кинденбурга, который, кстати говоря, уже мертв. Кинденбург, который, кстати говоря, не будет. Верно? Верно? Ну, допустим. Допустим, допустим, мы идем дальше. Чуть-чуть по фокусам, пока у нас политка накопится на смену экономики. Есть различные вот такие вот ивентики, но я их засчитывать, опять же, не буду. Там очень много текста. Очень много переводить. Плюс, скорее всего, там вряд ли очень хорошие слова написаны. По акции нападений с Польшей не агрессия, а не нападения с Польшей. Давайте. Польша подписывает. Кто может теперь говорить, что Германия хочет войны? Согласен. Можно, кстати говоря, потихоньку бы начать скачать нашу разведку. У нас уже есть шпион, но можем начать уже нормально этим заниматься. Рекрутируем, пожалуй, в Франции какого-нибудь шпиона. Будем там что-нибудь делать. Возможно, в Британии. Потом посмотрим. Так, еще какой-то закон мы приняли. Я понятия имею, что это. Но он защищает нашу правящую партию. Окей. Идем дальше. И давайте пройдемся под этим небольшим фокусом. Какие-то бафы, я полагаю, они нам дать должны. Короче, какой-то закон был принят. В ночь. Ну, пускай принимают, если хотят. И мы можем поставить себе частичные... Ага, нет. Здесь по-умному по 150 тратишь. Одобряю. Герман Геринг становится... Я так понимаю. Ну, он стал управлять Пруссией. Окей. Идем дальше. В нашей стране теперь только одна партия. Там они как-то переименовывались. Ага, я понял. Потому что они у нас на самом деле в правительстве не находятся. Так что это теперь и кто симпатизирует этим различным партиям. Понял, понял. О, кстати говоря, здесь очень тоже солидный баф. Нам он пригодится. И давайте-ка идем дальше. Можно нанести шпиона. Понимаем во Франции. И продолжаем потихоньку расширять наше агентство. Что, какие-то ивенты? Про жизнь Гитлера. Или что? Как будто бы да. Ну, 5 стабильности. Это 5 стабильности. Так сделать Свермахт за один день. Произошло отлично. Ага, ну и смотрите, мы вот это все не можем сделать. А мы не реанонсируем вот этот фокус, пока мы не сделаем. Я понял. Так что у него тоже надо идти. Вот этот фокус нам даст дебафы, которые мы, видимо, вот здесь вот уберем. Либо ужесточим, но добавим себе, типа, по-другому. Я так понимаю, религию немножко заменим нашей вот этой вот идеологией. А вот здесь вот мы как раз-таки, я так понимаю, договоримся с религиозными всеми идеями. Ну что ж, сколько? 40 дней. Мы как раз-таки успеем за эти 40 дней накопить палитку, чтобы поменять экономику. И плюс один. Кстати говоря, видите, да, здесь частичная мобилизация, так что я подозреваю, что мы получим военную экономику сейчас с этим фокусом. И САР присоединяется к Рейху. Плюс, получается, территория обратно. И плюс один заводик. Отлично. Тогда, смотрите, мы и правда получим военную экономику здесь. Я считаю это отличным. Мы никаких дебафов в ней не получаем. Деньги у нас все еще в плюсе, хотя в один момент я чувствую, мы пойдем в минус, потому что у нас начнут строиться военные заводы, а военные заводы потребляют деньги, а не производят. В отличие от этих заводов, и ТНП у нас будет намного меньше. Но, как я сказал, мы копим деньги. Новый этап строительства Рейхс автобанов. Давайте посмотрим, где нам предпочтительнее сделать. Предпочтительнее делать вот здесь вначале. Ну, давайте договариваться с церковью. Поедем сюда. Делаем мы... Подошел уже 35-й год, делаем мы 35-е техи. Посмотреть, есть ли здесь 35-е техи какие-нибудь. Да, есть. И надо их брать обязательно. И вот эти, я думаю, тоже... Вот этот тоже можно будет взять. Все-таки мы подходим к новым техам. Вот, в принципе, полуполезно, тех нормально. Ну, хотя как полуполезно, вот это полезно. А вот эти по плюс 2 не сильно полезно, но приятно. И с Конспром, конечно, наша промышленность военная выглядит просто, ну, очень страшно. 75% уже и 75% бонус к производительности. И это все на 30-ти заводах. У союзников заводов пока все еще мало. У нас, кстати говоря, с военной экономикой, видите, теперь 5 ячейок одновременно строятся. И еще нужно. Всего 10 заводов у нас 10% уходит на ТНП. И, ну, нормальный показатель. У нас баланс в плюсе. У нас, кстати говоря, уже построилось 4 тяжелых крейсера. И, я так полагаю, сколько-то легких? Ноль. А, ему периодически не хватает стали. Понятно. Но 4 тяжелых крейсера это приятно. Хотя, блин, 10 легких... А, нет, нет, 3 легких крейсера. Все, отлично. Потихоньку застраиваем крейсерами все. И вообще, хотелось бы, на самом деле, и линкоров добавить. Поэтому давайте делаем вот так. А затем начнем разводить двух бисмарков. В принципе, уже, как я и говорил, пора. У нас крейсера достаточно в нашем флоте. Теперь давайте договоримся с... Собственно говоря, католиками, я так подозреваю. Ну, протестантами вообще, в принципе, с христианами. И, я так полагаю, баф просто этот вот пропадет, дебаф. Ну-ка. Да, так и есть. Это прекрасно. И нам осталось покинуть лигу наций. Что только не сделаешь, чтобы дойти до перевооружения. Так, мы покинули дебаф на ограничение веймарских институтов. И вводим репрессивную систему. И давайте что, начнем с... Хотя нет, начнем с... Стофукса, пожалуй. Можно договориться с Британией по флоту. В целом, я понимаю... Ну, очевидно, Германия это делала, чтобы все еще какой-то флот восстановить. Может, иначе Британия бы что-нибудь сделала против этого. Но... У нас прямо сейчас не так много кораблей. Но вот, я думаю, как раз таки вот здесь достроим. Я просто не знаю, этот фокус просто так здесь или... Или Британия все-таки что-то попытается сделать, если мы перестроим много флота до этого фокуса. Посмотрим. В этом случае... В первую очередь возьмем вот это. И, наверное, пойдем куда-нибудь сюда. Итак, подъехала новая часть Рейхс Автобанов. Здесь мы... Достро... Нет, подожди, здесь мы достроили. А теперь надо подумать, куда дальше строить. И, скорее всего, вот сюда, потому что там есть ресурсы. Смотрю на это улучшение тяжелых крейсеров за три года. И что-то нихрена они не улучшили. Буквально я не могу найти пока разницу, кроме стоимости. Надежная чуть-чуть побольше. Дальная чуть-чуть побольше и хп буквально чуть-чуть побольше. Все остальное примерно то же самое. А вопрос, а здесь то же самое нет. Здесь все-таки небольшие улучшения есть. В целом, супермного того, что вы технологии прокачаете быстрее, не получите. Здесь вот кое-какие есть, да, отличия. Но в целом все достаточно просто. Кстати говоря, так и не стачили мы строить флот пока что. Именно авианосцы. Вот я думаю, с следующей техой начнем. Ну, достроив бисмарки, пожалуй. Вообще как, достроим вот это. Это тоже достроим и начнем строить вот этим слотом. Пожалуй, авианосцы. Итак, мы снова вводим призыв. Станавливаем нашу армию. И полностью убираем ограничения Версаля. Отлично. И можем начать теперь наши вот эти флоты. Наши фокусы, точнее, флоты, господи. Пожалуй, что, пожалуй, сюда мы пойдем. Пожалуй, сюда и, пожалуй, вот. Возможно, даже сюда. Но сейчас посмотрим. Начинаем с флота. Ставим уже наших шпионов во Францию. Будем заниматься там коллабами. Поехали. И, конечно же, качаем здесь взломы, чтобы потянку взламывать всех союзников. Тут вообще подумать, хотим ли мы брать план Z. И будем ли мы вообще его выполнять? Там нужно будет построить много кораблей. В целом? В целом, наверное, да. И, наверное, даже... Знаете, что я сделаю? Я сделаю вот это. Я построю себе верфи. Но, пожалуй, вот... Ну, ладно. В Ганновере мы не сможем построить много. Здесь всего 4 слота. Но вот можно начать уже где-то здесь строить себе верфи. Почему бы нет? Пока. А, почему-то не могу. Ладно. Ну, в случае, вот так вот. Давайте закажем себе верфей. Потому что кораблей мы хотим сделать побольше. Как я и говорил, флот мы будем строить. Только так. Соответственно, пойдем сюда, но попозже. Прямо сейчас нам еще там исследовать не надо. А вот санки вполне себе. Кстати говоря, мне нужно обязательно исследовать первые танки, чтобы дальше пойти по фокусу. Давайте-ка тогда это и сделаем. У меня куча политки. И я не очень уверен, а куда мне ее тратить надо. У нас есть вот этот фокус. Точнее, вот это решение на плюс слоты. Но давайте буду нажимать его. Но советники у меня все есть. Военные советники тоже как бы есть. Можно их поменять в теории. Но не уверен я, что мне прямо сейчас это нужно. Так что не очень понятно, куда политку тратить. Кстати говоря, начинается война в Эфиопии у Италии. Посмотрим, как Италия себя там покажет. Верфи, как вы можете видеть, строятся очень быстро. И это супер. Я бы даже сказал, давайте закажем их побольше и везде. Построятся они очень быстро все. Буквально вот за год-два. И мы выйдем на отличное количество эрфей, чтобы победить Британию на море. Так, вот мы сделали первый фокус. Послушайте Гудериану. Ну, послушайте, реально. Блиц можно побыстрее будет исследовать. Если говоря, забавно, что там фокус дает к двум исследованиям одного опель-блица. Это звучит странно, ну, допустим. Ну, и мы вот его исследуем. Сколько он там дается? На один год опережения. Так что мы его исследуем в 38-м году, я чувствую. Вот здесь вот будут бафы к Мадрикамфагенам вторым-третьим. Здесь к... Ага. Это, я так полагаю, к... Вот этим, да. Моделям, модификациям различным. Окей, это понятно. Вот к Мартеру второму. Но мы, как я говорю, пойдем сюда. И у нас, видите, баф будет к третьему. Вот отсюда. На один год. Мы его исследуем пораньше. Ну, и потом посмотрим. Здесь к Сверху вот еще бафы на исследование. Приятные. Ну, будем смотреть, куда нам нужно будет идти. Новый этап Рейхс автобана. Давайте подумаем. Здесь вот мы не можем пока что... А, мы не можем там строить, пока здесь не закончим. Логично. Ну, и мы куда хотим пройти? Вот мы хотим, наверное, вот сюда. Быстрее, да? Ну-ка. Ага, здесь немножко другие регионы. Я понял. Ну, давайте вот сюда, к алюминию, к примеру. В целом, не сильно важно, потому что мы все равно застраиваем все еще вот эти стейты. И более того, мы сейчас вообще версию строим. У меня не вермахта, кстати говоря, улучшаются. И вот видите, они уже у дебафа нам не дают. Это прекрасно. Различные партии других дают. И вопрос. Хотим ли мы авиацию сейчас последовать? И я подозреваю, что да, пора. И как я уже и говорил, стартуем мы сразу колобки во Франции делать. Поехали. Я капиталирую. Достаточно быстро они сдались. Что, в принципе, было ожидаемым. И вот наши верфи освобождает все больше. Но у нас, видите, начинает не хватать стали. Нужно немножко подзакрыть наш экспорт. Мы отдаем слишком много стали. Я подозреваю, что это оно вот здесь вот. И если у нас на это фокусы, кстати говоря, по-моему, даже нету. Ну да. Так что давайте-ка чуть-чуть подзакроем. Либо посмотрим, может где-то еще у нас можно от советника, либо каким-то другим образом меньше ресурсов отдавать. Потому что здесь вот, допустим, есть разница. Смотрите-ка, вот здесь вот мы потом по фокусу получим плановую экономику. Но. Но. Нам бы уже можно, на самом деле, вниз было пойти. Типа здесь такие себе бафы, я бы сказал. Уйдя вниз, мы, кстати говоря, потеряем 5% эффективности ресурсов. Но мы 15% получим с рынка. Ну и другие бафы тоже полезны для нас, кстати говоря. Так что, ну давайте корпоративную экономику опять сделаем. И вуаля. Сталь у нас есть. Осталось только купить хром, потому что у нас его немножко не хватает. Но это нормально. И вот уже 36 год, кстати говоря. Подошли мы примерно когда-то начало ванилы. Но мы намного сильнее, чем в ванильной Германии. У нас, во-первых, огромная промышленность. У нас, в принципе, военные заводы примерно те же. А вот верфей у нас уже больше, чем у Британии. И мы только начали. У нас будет еще неплохое количество сверху. Я думаю, мы вполне себе, может быть, даже выполним план Z. И сможем перевооружить полностью наш флот. Сделать достаточный боевый флот. Давайте сюда и пойдем. Собственно говоря. Но все это в следующей серии. Здесь мы заложили основу нашего будущего флота. Начинаем уже производить корабли. Видите, бисмарков. Легкие крейсеры. Нужно будет обязательно еще авианосцев сделать. Четыре штуки. Но это уже будут, скорее всего, цепелины. Вполне вероятно, что часть будет цепелинов. А немножко гинденбургов. Потому что, смотрите, у нас здесь есть вообще бонус на исследование как раз к авианосцев. Я вот посмотрю, насколько быстро мы сможем исследовать эти корабли. Если недостаточно быстро, то будем строить цепелинов. Если достаточно быстро, там, не знаю, ну хотя бы 300 дней, то можно будет сделать их. И потом просто в четыре слота заложить сразу все четыре и произвести. Потому что, ну, плюс четыре слота на корабле. Здесь 14, здесь 10. Это очень даже сильно. Ну и сам он тоже вроде как чуть-чуть поплотнее. Здесь какой-то, я не знаю, полубак. Исследуемую текущую технологию посмотреть нельзя. Ну ладно. Вот. А, ребят, с вами был Лугай. Подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Лайк, комментарий, все как обычно. Ну и до скорой встречи. Пока.